Всем привет, мои хорошие! С вами Михеева Мария и добро пожаловать на мой канал о творчестве и скрабукинге. За последнее время у меня накопилось несколько проектов-долгостроев, которые я очень хочу завершить сейчас. Сегодня у нас будет одно из таких видео. Весна я выпускала видео о стилях скрабукинге. Это был американский стиль и я вам обещала два видео с данным стилем. Первое это видео о создании украшений в данном стиле и второе это видео с альбомчиком мастер-класс в данном стиле. Сегодня мы приступим к первой части. Это украшения для альбома в американском стиле. Работать я буду с вот такой чудесной коллекцией Бу от Мистер Пейнтер. Помимо самой коллекции я подобрала еще несколько листиков из своих запасов. Желтый, голубой, красный лист, который по цветовой гамме отлично подходит самому альбому. Все эти листики от Скрабберис. Их я буду использовать вместе с основной коллекцией. Поскольку сегодня мы делаем украшения, то использовать я буду не все листы, а только те, которые мне нужны для создания украшений. И если вам интересно узнать, как делать украшения для американского стиля, то продолжайте смотреть это видео. Начну я с украшения, которые меня давно просили сделать на канале. Это ветряная мельничка. Для нее нам нужно выбрать бумагу, которая с обеих сторон будет хорошо подходить для нашей работы. Потому что будет видно и переднюю, и обратную сторону бумаги. Я решила выбрать вот такой листик. С обратной стороны есть надписи. И мне кажется, когда они будут загнуты, будет очень интересно выглядывать. Кроме того, нам понадобится братс. Я буду использовать вот такой небольшой ярко-желтый братс. Он отлично подходит по цвету к бумаге. Сейчас я отрежу небольшую полоску 10 см и вырежу 2 квадрата 5 на 5 см. Теперь мы берем каждый квадратик и намечаем тонкую линию, по которой будем разрезать. Мы будем разрезать от края до середины, но не дорезая в середине около сантиметра, чтобы было место, куда мы сможем приклеить лепесточки нашей мельнички. С помощью резака, либо ножниц, разрежем по линиям. Далее нам нужно загнуть один уголок к каждой стороне. И закрепить его в середине. Закреплять я буду с помощью братса. Но для начала я приклею, чтобы лепестки держались, а затем уже прикреплю братс. Чем меньше мельничка и чем плотнее при этом бумага, тем сложнее ее делать. Именно поэтому я сперва немножко прихвачу клеем, а затем уже проколю все с помощью братса. Теперь я аккуратно прокалываю мельничку так, чтобы братс прошел сквозь все лучи. Мельничка надежно закреплена и готова. Осталось немножко расправить лучи, чтобы они были более объемными. И вот такая красота получается. Если у вас нет братса, то вы можете более плотно склеить данную конструкцию. И вместо братса использовать, например, пуговичку. Первое украшение готово. Перейдем к следующему. Далее я сделаю розеточку. Розеточки я уже делала в зимних мастер-классах. Если вам интересно, то ссылку я оставлю здесь. Сейчас я сделаю розетку немного по-другому, потому что у меня появился очень классный помощник. Это вот такая доска для беговки. На канале скоро также выйдет обзор этой доски. А пока сделаю с помощью нее розеточку. Для начала нужно все пробеговать. Я буду беговать через два деления. Теперь разрежу полосочку пополам вдоль. Продолжение следует... Основа розеточки у нас готова. И теперь мы ее украсим. Для этого я буду использовать такой чудесный монстрик кактус и дотсы. Такая розеточка у нас получается. Перейдем к следующему украшению. Далее мы сделаем вот такой очень простой, но очень милый цветочек. Если у вас есть круглый дырокол небольшого диаметра, это будет просто идеально. С помощью такого дырокола вы сможете сделать очень быстро много таких цветочков. У меня же дырокола нет, но ничего страшного. Для этого нам просто понадобится использовать какой-нибудь круглый шаблон. Например, обычный колпачок из-под клея. Также нам нужны будут кусочки бумаги. И начнем вырезать. Когда мы делаем такой цветочек, мы можем сделать его многослойным. В каждом новом слое делаю на один листик больше. Либо можно ставить одинаковое количество листиков. Здесь у меня цветок двуслойный. Сейчас вместе с вами я сделаю трехслойный. Не забывайте, что когда обводим шаблон, лучше всего его обводить на обратной стороне, чтобы не было видно линий. Теперь все кружочки нужно вырезать. Следующим шагом в каждой такой точке нам нужно сделать надрез от конца до середины. Теперь нам нужно склеить две половинки с небольшим нахлёстом. Чем больше нахлёст вы будете делать, тем более высокий у вас получится цветочек. Я хочу, чтобы он получился не сильно высокий, поэтому нахлёст буду делать небольшой. Теперь, когда все кружки у нас склеены, пришло время начать собирать цветок. Собирать его можно двумя способами. Можно идти сверху вниз, либо снизу вверх. То есть вы либо собираете нижний ярус, либо верхний. Мне понравилось собирать с верхнего яруса вниз. Я решила, что для нового цветочка я сделаю еще более интересный вариант. Я буду его делать разноцветным с самого начала. То есть буду соединять вот так три разных принта. Далее добавляю другой слой уже снаружи цветка. Продолжу заполнять цветочек и добавлю еще несколько кружочков. Нам осталось украсить серединку. Можно украсить бусинками, можно использовать дотсы, либо можно использовать пуговички. Специально для этого проекта я купила много-много разноцветных пуговичек. Думаю, что вот это отлично впишется в серединку цветочка. Цветочек готов! А из остатков можно будет сделать еще один цветочек. Сделаю еще одно очень простое и быстрое украшение. Это красивая гирлянда из флажков. Такие гирлянды можно часто встретить в работах американских скрабокеров. И сейчас покажу вам, как сделать эту гирлянду очень быстро. Для этого нам понадобится небольшая полосочка бумаги. У меня размер 4х10 см. И вот такой шнурок. Шнурок не обязательно брать такой же, как у меня. У меня был остаток. И я посмотрела, что по цвету этот шнурок идеально подходит к данному альбому. А поскольку я не люблю, чтобы у меня хранились лишние остатки, то решила использовать этот шнурок. Приступим! Сперва я пробегаю. 1 см края полоски с обратной стороны. Про данную доску я вам еще расскажу в видео, где буду делать ее обзор. Хочу сказать, что у нее сантиметровая разметка не очень сильно совпадает с теми делениями, которые на ней есть. Поэтому я сделаю примерно 1 см. Теперь берем ножницы и разрезаем на примерно одинаковые кусочки. Далее вырезаем флажки. Когда у нас гирлянда разложена, берем ниточку. Отмеряем расстояние, примерно расстояние для гирлянды. Думаю, что такого отреза мне хватит. Берем клей и благодаря тому, что у нас здесь есть такой загиб, очень легко и быстро собираем гирлянду. Гирлянду собираем на небольшом расстоянии друг от друга. Гирлянда готова. Когда я буду пристраивать ее в альбом, я возьму парочку маленьких братц, прикреплю братцы к бумаге и оберну веревочку вокруг них. Будет смотреться очень интересно. На сегодня это все. Надеюсь, что мастер-класс вам понравился и был вам полезен. Если вы делаете украшения по моим мастер-классам, обязательно выкладывайте их в инстаграм, либо в другую социальную сеть. Присылайте ссылки мне, и я с удовольствием поделюсь вашими работами вконтакте, либо в инстаграм. Меня всегда очень радует, когда вы используете мои мастер-классы, и это делает мой день намного-намного приятнее. Обязательно ждите мастер-класс с данным альбомчиком в американском стиле. Будем творить классных монстриков. Чтобы это не пропустить, подписывайтесь на мой канал. Здесь я оставлю кнопочку, на которую можно нажать, и вы будете подписаны. И посмотрите другие видео, которые, как мне кажется, вам понравятся. А я увижусь с вами очень скоро в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok